а почему дьявол это дракон у нас крестные ходы да мы с крестом с кадилом с пением с хоругвями ходим вокруг городов церквей и наш народ не понимает это у них ходят с драконом да и народ готов это принять татушку сделать в виде дракона там еще что-нибудь такое дракон до сих пор живет не только в мифологиях но и на гербах и в монументах многих стран мира у них есть какой-то мистический опыт который возвращает нас к этому хтоническому божеству которая из земли выползает как змей и очень страшное поэтому мы так любим георгия потому что он на коне с копьем и он поражает этого змея страшного георгий георгий потому что мы чувствуем что мы имеем дело с драконом а георгий однажды уже одного заколол поэтому вот это не шутки не шутят и апостол иоанн когда здесь в апокалипсисе видя чудовище сатаны называет его именно змеем и драконом причем это слово дракон звучит в апокалипсисе чаще чем во всей остальной библии это опасный такой змей такой змея летающий змей причем он и летает и огнем дышит как бы но это это в это реальность на самом деле он действует в воздухе и на земле и ползает и кусает и отравляет лучше не опишет во всех легендах мира а некоторые ученые полагают что и в реальности так было драконы жили вдали от людей в горах и пещерах таинственных опасных озерах и всегда наводили ужас на человек бараны какие-нибудь там комодские там еще какие-нибудь там эти страшные ящеры короче смрадно дышат и пожирают там теленка живого там целиком они сейчас существуют а то что могло быть там непонятно что нет никого сомнения в космос летало больше людей чем опускалась на дно моря там где нет света там где тьма амики то плываю к иллюминатору какие-нибудь такие страшные какие-то жуткие же твари там вся жизнь страшная то есть для евреев море это ад и только в нынешнюю пору этот ад в культурах мира стали рисовать симпатичным и даже милым культурологи заметили как начиная с 60-х годов двадцатого века то есть одновременно с эпохой сексуальных революции и стартом апостасии от падения от бога на западе дракон вернулся в общество совсем не страшным а милым даже дружественным человеку существом таким его рисуют теперь фантастических книжках на ставших модными татуировках в компьютерных играх и мультиках только настоящая война человека с драконом-дьяволом так детальное описанное в этой главе апокалипсиса не прекратилась он по-настоящему воюет он бьет болевые точки в сердце печень пах глаза уши горло то есть он воюет он умеет воевать он знает наши больные места и явилась на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд большинство толкователей поясняли без сомнения что жена это церковь но невеста агнца да это это женская тут лисия это собрание община верующих она женского рода она кормит греет питает вымаливает ходатайствует у нее не женские функции если в слове отец мы слышим некую грозу наказание повеление то в слове мать мы слышим тепло тепло и сострадание защиту это вот это кормление то есть это 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 чисто функции церкви под ногами у нее луна а на голове венец из 12 звезд вам эта символика о чем говорит это вообще потрясающе вообще хра остров патмос это место поклонения артемиде это лунная богиня и та луна на которой поклонялись язычники за она под ногами у жены она стоит на ней кстати говоря изначально евросоюз когда его задумывали там были верующие идеологи которые потом затерли в сторону они предполагали флаг флагом евросоюза сделать божью матерь в венце и звезд на голубом фоне но собственно символика богородицы но это не нравилось множество безбожников воцарившихся они убрали царицу небесную оставили только золотые звезды и голубой фон то есть даже это сегодня это сегодняшняя наша история божья матерь могла бы воцариться над европой но не воцарилась то есть ее убрали оттуда она в сиянии звезд 12 звезд который равночислен 12 апостолам 12 коленом евразийских патриархов так всегда глядя на рожденный в 1955 году флаг евросоюза можно вспомнить его с одной стороны христианский исток как и у всей благословенной когда-то европы а с другой апокалиптическое устье часть нынешнего запада живущие под символом взятым взаймы из 12 главы апокалипсиса больше всего остального мира наверное этот апокалипсис приближает кто читает богородицы но большинство считают что это именно церковь церковь ну конечно церковь нас величайшие святыни в церкви это конечно богородицы богоматерь поэтому очень часто это совмещают эти понятия да но скорее всего что по-видимому эта церковь которая подвергнется но подвергалась многократно и подвергнется конечно гонению и под на ее ногами луна луна в отрицательном смысле это попранное язычество вот эта рогатая изида по сути вот эти вот это рок луны это был такой символ такой это значит этой изида которая соблазнила пол вселенной она же астарта потом других это ей же посвящались блудные жертвы это то против чего постоянно восставали пророки этот лунные праздники это праздники женщин которые чувствуют эту вот эту луну больше чем мужчины значит это именно переменчивость мира до этого движения постоянной луны да и вот это вот изида астарта со всеми ритуальными блудодеяниями она попрана чистой женой которая стоит на ней в сиянии звезд и в одетая в солнце это конечно по-моему один из грандиознейших образов апокалипсиса в нем можно узнавать и божию матерь этот престол престол святыни царицу церкви и конечно же саму церковь то есть здесь двойной образ так что жена облеченная в солнце это и матерь божия и церкви христово она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения рожает кого младенцев мужеского пола там написано да и то есть она находится в муках рождения это в этом смысле это не дева мария бы она родила без семена и без страдания обычного женщине в наказание данного а это жена рожает в муках но это мы вспоминаем тут же апостола павла который говорит дети мои чадцы мои для вас я опять в муках рождения доколе не изобразится в вас христос то есть пастыри учители вселенной духовники все кто переживает о людях они терзаются утробой буквально терзаются утробой как природа в процессе рождения новых христиан и моисей говорил об этом он говорил же разве я носил в очреве этот весь народ то есть он себя сравнил с беременной женщиной я точно заново родился в церкви и очень много таких судеб видел заново рожденных в церкви людей а как объяснить человеку который ноут вам во внешнем дворе которому у него все хорошо зачем он становиться новым зачем емуза ново рождаться он здесь даже нужно положить печать на устать даже не нужно пытаться объяснить как вряд ли возможно объяснить мужчине родовое состояние женщины или например не рожавший женщины ли состояние родов то есть это мистическое чувство которое не передается словами ты скажешь я поменялся это не знаю о чем-то говорить что значит поменялся также ешь пьешь спишет что здесь поменялся я не понимаю это поэтому будем иметь границу в возможностях объяснения и мирскому а духовном иногда как мы сказали нужно молчать а дальше описав красоту и хрупкость рождающей женщины этой красавицы идет описание чудовища и другое знамение вилась на небе вот большой красный дракон семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадим ну по сути когда россия воевалась японии то есть там священники которые ехали в составе наших войск на фронт они писали что мы едем воевать со страной поклоняющийся дракон это конечно не шутки то что мы проиграли это не шутки потому что иногда дракону дается победить святых и попрать их одно из толкований семи диадим на головах дракона дьявола это семь смертных грехов через которые он увлекает людей себе но есть грех к смерти как у тот же и он пишет в первом послании своем соборном а есть грех не к смерти он раз и и классифицирует возможность молиться за человека качеством пребывания в грехе если в смерти рита об этом не говорю чтобы молился если не к смерти то пусть молится и даст нам бог жизнь хотя классификацию семи смертных грехов предложит лишь спустя почти 500 лет святитель григорий великий смертными их прозвали потому что эти семь отрывают человека от бога и отбрасывают особенно далеко а значит убивают его душу он становится мертвым хотя и карте еще живым это делают гордость зависть елене белоусы завистница плеснула в лицо серной кислотой да и конечно чревоугодие блуд привет как начать 20 тысяч рублей за встречу гнев черная грязь отвратительная баба алчность и уныние стало известно о смерти фронтмена группы линкен парк по сообщениям полиции честер беннингтон был найден в своем доме повешенным любой грех может стать смертным если овладеется ли целиком человеком но здесь имеется ввиду это собственно не грех как факт а вот грех как состояние как состояние захваченности например алчностью она не насытима или похоть она не насытима или там уныние она ввергает в смерть самоубийство что но она не уталяется между смертностью и несмертностью греха разница в степени то есть грех как факт это не к смерти грех как состояние это состояние гибель на здесь мы видим дракона который хочет пожрать плод церкви что мы здесь понимаем как мессия потому что сказано что этот владенец мужского пола будет пасти народы жезлом железом это аллюзия на второй псалом мессианские пророческие и дракон прямо перед женщиной стоит он красный на его семи головах 7 диадем то есть 7 корон царских он и своим цветом красным и коронами показывает что претендует на власть от пирам святые отцы также дает отдельное толкование образов 7 диадем 7 корон на головах дракона как 7 смертных грехов или противопоставляет их полноте иисуса христа то есть у нас такая идея о пародии сатанинских сил этих вот сатанинской троицы можно сказать так дракона первого зверя и второго зверя уже пророка который следующей главе появится она бога сидящего на престоле агнца и духа который тоже в кальций показан духа пророческого а там будет лжепророк и вот все элементы и диадемы которые будут у христа сказано много диадем и их какие-то внешние черты они свидетельствуют о том что дьявол хочет стремиться занять место бога занять душах людей вместо владыки но это ему не удается но там еще 7 диадем у него на голове у этого от которого христос да сохранит нас это подражание христу это он же он же обезьяна он же копирует и христос держит в руках 7 звезд имеет 7 духов божиих он тоже в венце золотом и это тоже пытается копировать его поэтому одевает на себя эти фальшивые позолоченные венцы с усальным золотом не знаю может быть просто с фольгой но вот для того чтобы быть похожим муж нужно прельщать поэтому он пытается копировать в части венцов тоже кроме диадем на семи головах дракона 10 рогов рок это древний символ силы но отчего тогда у дьявола их 10 тогда как у христа 7 вот в пятой главе апостол иоанн видел посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный имеющий 7 рогов и 7 очей как это понимать дьявол что сильнее красный цвет указывает на кровожадность дьявола как говорят многие монашествующие бесы пленных не берут если они хватаются за человека они хотят его вести до гробовой доски мы видим что у него 7 голов чтобы богохульно лаять на 7 таинств святой церкви но у него 10 рогов для чего чтобы бодаться с десятью заповедями синайского диколога потому что сейчас мы в мире наблюдаем растабуирование то что раньше считалось грехом теперь объявляются нормы поведения таким образом он бросит вызов нравственности морали и увенчано венцами это то есть он будет чувствовать себя победителем и и сказано ему будет дана власть победить святых и мы уже говорили о том как он погубит илью и иноха божиих пророков но последнее слово всегда остается за богом почему отец андрей зло порог всегда привлекательнее ярче чем святое чистое доброе узла и у порока больше зрителей и подписчиков чем иной раз у канал спасию канала андрея ткачева почему вы видели как птица находящиеся в клетке смотрят с тоской на небо что небо это ее стихия у нее небо внутри но она в клетке как бы и тянет туда или как рыба например пусти ее воду как она с радостью туда улетает и движется по водам потому что у нее вода внутри и она хочет чтобы вода была снаружи грешнику также хочется вырваться и стихию греха потому что у нее грех внутри и грех снаружи его манит в любом деле сила появляется от сочетания внутреннего и внешнего когда внутри у тебя что-то и снаружи что-то происходит смычка как бы искра и тогда эффект если у тебя внутри страх божий память о господи и ты ищешь бога снаружи и происходит встреча мы получаем святость если ты внутри наполнен грехом и кругом соблазны ну конечно тебя влечет снаружи тебя влечет сюда туда что у нее внутри вот она и влезли получается что кто будет плясать вам как у пророков напишется этому ветреному народу для того чтобы тебя слушали нужно проповедовать о вине и крепких напитках так кстати говорит лютер говорил про германцев германцы настолько пьяницы и ленивцы грешу если про водку и пиво им не расскажешь эти слушать не буду но это как бы характеристика так как бы падших людей которые которым интересно только голое тело срамная шутка ломящийся от еды стол много пива там или что-то там еще как бы вот остальное им просто не интересно это такой факт падшести будем ли мы потом удивляться что погибающих много что ковчег закрывается что тонущие исчисляются миллионами дальше одно предложение еще точнее дает узнать в драконе дьявола хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю дьявол это именно падший ангел это падший звезда и мы знаем что треть звезд спадут с неба эфрем сириан говорил что треть звезд которые падут это епископ и епископы это звезды и дьявол был звездой деница сын зари и он тоже рухнет увлекаясь за собою вот людей которые имели высокое положение в мире религии и в мире политики то что дьявол увлек с неба других ангелов хвостом это емкая характеристика дракона который обычно хвостом и бьет и вся сила в хвосте об этом ее вписал о неких ящерах у туры сила в хвосте хвост как кедр вон там хвостом движет как бы как кедром ливанским откуда это вот мы сейчас знаем то что есть такие ящеры там мозгов мало мозги как грецкий орех а все сила в хвосте он такой есть как бы в духовном смысле то есть это опасный такой змей дракон сей стал пред женою который надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца она напоминает нам об этой трагедийной странице жизни иисуса христа когда он только что родился и уже стал беженцем уже дракон в лице ирода уже хотел пожрать младенца и нужно было ему беглецом становиться на руках марии убегать в египет с иосифом ну и младенец мужеского полу здесь это как раз семантика такая древнего правильного мировоззрения где мужчина и женщина неравнозначны где драгоценностью обладает именно дитё мужеского пола как продолжатель рода как сохраняющий имя отцов и вот это мужественные души это души подлинных христиан они являются объектом пожирания то есть желательным объектом пожирания дракон постоянно стоит возле жены он не просто постоял и ушел там или устал стоять и пошел поспать он постоянно стоит в ожидании появления новой христианской души для того чтобы пожрать ее по возможности и я думаю что он пренебрегает на время сотнями тысяч душ для того чтобы сконцентрировать внимание на одной душе которая кажется ему опасно лукавый не может заниматься всем бог может управлять всем сразу не 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 уставая лукавый не может заниматься всеми сразу должны быть слуги клеврет это такая сложная организация такой типа циру а он начальник этого всего и он занимается одной душой одним младенцем мужеского пола потому что он для него наиболее опасен а дальше и впрямь пояснение почему этот младенец христос а с ним и любой подлинный христианин так опасно для дракона и родила младенца мужеского пола которому надлежит пасти народы жезлом железным это христу надлежит пасти народы жезлом железным но если люди сосуды глиняные то там псалом 2 еще говорит это мессианский псалом что там сокрушит их как горшки глиняные как сосуды же значит скудельные то есть принципе это образ целиком мессианский да это мессианский образ младенец мужеского пола без пасущие народы железным жезлом это это христос конечно вообще ведь правда христос через христиан одновременно пас народ и вся европа америка как когда-то маленькая португалия владела огромными территориями маленькая англия владела половиной вселенной они им дано это было как христианам с целью христианизации мира но они это использовали частично для христианизации мира а частично для личной выгоды вообще все что есть великого родилась в христианском мире потому что другим нельзя открывать этого то есть но открывать великие тайны может только смиренному человеку и тому который не воспользуется тайной для зла но потом ли христиане перестали быть смиренными и тайны начинают заканчиваться и начинается это отнятие пальмы первенства то есть сегодня уже христиане не владеют миром они отдают свои позиции к сожалению что будет завтра не знаю вот но христос спас все народы при помощи христианских цивилизаций в бельгийской деревне бриллин прямо в церкви открылся бар идею поддержал сам пастор вечеринка жилье или занятие йога и все это в церкви в вашингтоне старые храмы выкупают и превращают в арт галереи гостиницы и даже бары теперь зданиях церквей где раньше могли поклоняться тысячи людей все чаще можно обнаружить бар кафе ресторан книжный магазин концертный зал или парикмахерскую учитываясь в эти строки мы про себя про россию про наш народ что можем понять россии без христа нет если россия без христа то это вот это вот прошлое богоборческое такое всемирное усилие построить новый земной рай и прочее прочее с россией с христом тут совершенно другая картина в общем так или иначе в отрицательном или положительном смысле россия кто вплетена в судьбу судьбы мира очень плотно и в наших интересах чтобы она была с христом а не с его симулякром потеря христианских смыслов это собственно обрушение россии исторической то есть мы сейчас находимся на тяжелом обратном пути на попытки вот это наживление этих всех эти нейронных связи вот это вспомнить эту генетическую память восстановить кем мы должны быть сегодня не то время чтобы раскачивать лодку человеческих страстей потому что и так слишком много влияния оказывается на человека негативных разрушающих его духовную жизнь сегодня время сплочения всех здоровых сил и церковь и искусства культура наши писатели ученые все те люди которые любят родину должны быть сегодня вместе потому что мы входим в критический период развития человеческих цивилизаций это уже видно невооруженным глазом видно все что происходит нужно только быть слепым чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории о которых говорил в своем откровении апостол евангелист и ан богослов и восхищено было дитя ее к богу и престолу его церковь невозможно победить потому что это богозданный организм это не человеческое то божественное бывшие светлыми ангелы после отпали они не имеют никакой власти перед богом и не имеют никакой власти к церкви они хотели бы и уничтожить но это им не под силу поэтому господь сказал что здесь до церкви мою и врата ада не удаляют и я это еще раз говорю живой организм бога организм потому что мы все в боге и действует здесь не человек христос а богочеловек в таинствах покаяние в спасении людей а дальше начинается поразительная и в чем-то даже утешающая хроника побега жены то есть церкви в пустыню вместо где ей приготовлено было от бога хроника ее спасения и нежной заботы о ней там ее питают 1260 дней сначала про это питают это что значит что и в пустыне даже в самую страшную вот эту пору антихриста а церкви позаботиться господь позаботиться и рене и леонский говорит что когда церковь уйдет из мира когда ее присутствие вдруг совершено значит и исчезнет видимая она уйдет тогда прекратится все что было привычным для для всех тогда враги церкви впервые почувствуют что хлеб невкусный что вода не освежает солнце не светит обжигает вот что вообще все же кино не интересно танцы не хочу наркотики перестали действовать короче грешники те которые ругают церкви они вдруг поймут что жизнь закончилась когда церковь уйдет из мира уже в мире есть смысл пока церковь в нем есть она уйдет рано или поздно как как бы как никому не нужная кроме бога и бог будет питать ее в продолжении 42 месяцев тайной пищей как мы читаем про божью матерь в предании как ее питали ангелы во святилище когда она была там определенное время значит такой то есть господь умеет кормить своих он умеет сохранять беречь кормить своих да поэтому церковь будет сохраняема лишь бы только мы были в ней но уход церкви из мира это будет невозвратимая страшная катастрофа которая впервые даст понять что же такое церковь если боб ездил на телеге я бы уважал я бы ему тогда приносил деньги тогда бы покупал у него свечки эти если бы он ездил на тележке сейчас можно ругать и потому что она есть а когда она уйдет тогда все поймут насколько это важно снова звучит очень конкретный срок насколько церковь уйдет из мира сколько в этом мире будет власть тьмы 1260 дней это 42 месяца или три с половиной года в предыдущей главе уже назывался этот срок ровно столько в пору власти антихриста на земле будет звучать последний призыв покаяться от двух пророков вероятнее всего ильи и еноха но смотрите я не буду сейчас как бы дерзать расстал и раскрыть как бы внутренний смысл этого это 42 месяца да это в принципе то это власти время власти антихриста 42 поколения евреев прожили от авраама до христа значит можно думать что 42 это число приготовления число исполнения это время ожидания истины это время ожидания истины совершенно верно это вот это последнего ожидания самого тяжелого когда дни будут тянуться секунды будут длинные когда с одной стороны перед антихристом мы читаем нил мироточивый там все будет ускоряться и стихии устанут они будут как бы были день как час там год как месяц а для ждущего христа это будет очень длинно будет такой день будет тянуться как час так вот это год это последнее ожидание полнота ожидания перед великим рассветом 42 почему столько святых первых веков христианства говорила что последние христиане они будут приравнены первомученикам очевидно густота и плотность событий мировой истории будет такова что простому человеку сохранится от этой концентрации соблазна будет чрезвычайно сложно я открыто разговариваю на тему секса с детьми и учу их тому что у них есть выбор и право свободно выражать свои чувства и мы потратим массу усилий мы и сейчас тратим массу усилий чтобы оставаться в вере не для того чтобы совершать подвиги не для того чтобы удивлять там мир там столкничеством или затворничеством нет мы употребляем максимум усилий чтобы просто веру не потерять значит это наш собственно крест это наша судьба значит и если мы сохраним веру окажется что мы употребили вот примерно то же количество усилий какое употребили древние святые для великих подвигов У пророка Иоиля, есть такой пророк Иоиль, говорится, что будет время, когда каждый, кто призовет имя Господне, спасется. То есть иногда, чтобы просто призвать Господа, нужно потратить колоссальные усилия. Уста замерзли, язык немой, сердце каменное, мысли в разброде. И чтобы это все привести в порядок и сказать, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, это нужно совершить колоссальный труд. То есть мы сегодня ради одной молитвы тратим больше времени и сил, чем когда-то, может быть, в лучшие времена тратили самые лучшие люди мира. Поэтому вполне возможно, что по этому последние будут первыми. Ну и вообще зло станет настолько опытным, что сопротивление ему будет чрезвычайно трудным. Поэтому это все вменится в мученичество. Мы сами на борщах не думаем. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. Вы как эту войну на небе представляете? Прямо вот война, вот ангелы идут на дракона. Я думаю, что это один из флешбеков таких вот. Сегодняшним языком говоря, это некая вставка, что ли, из протоистории. Это, по сути, аналог книги бытия для нас. То есть, потому что до книги бытия еще некоторые вещи совершились. Ну, пока до сотворения человека, в смысле. И там была война. Я думаю, что это напоминание нам о той войне, которая была уже однажды. И именно из-за этой войны архангелы Михаилы чаще всего пишут на иконах, поражающем дьявола, отпавшего Люцифера. Библия сохранила хронику этой жуткой битвы. На небе, где нет демократии, а только строгая иерархия, в которой низшие ангельские чины подчиняются высшим, во главе всех ангелов стоял Люцифер. Считается самый сильный, умный, самый красивый и приближенный к Богу ангел. Его высокое положение обернулось гордостью. Люцифер восстал против Бога и поднял бунт среди ангелов. Именно об этом, ведь фраза апокалипсиса, которая звучала чуть выше, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверк их на землю. Потому еще Люцифера, сатану, называют первым революционером. Михаил возглавил воинство Божьих сил и сказал, как бы, такие литургические слова. Станем добре, станем со страхом, гонмем, не будем мыслить неугодное Богу. То есть повоюем за Бога, за Господа, повоюем. Там все, кто Божий, ко мне. Даже имя Михаил – это от еврейского «Микаэль» – «Кто как Бог». Это тоже слова, сказанные архангелом, поднимавшим на битву с бунтовщиком ангельскую армию. С тех пор он, Михаил, небесный архистратик, то есть военачальник, главнокомандующий. Он стоит на страже божественных законов. Это ревность о славе Божьей. То есть когда ты видишь явное попрание законов Господа, то есть стоп, 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 так нельзя. И для того, чтобы истина восторжествовала, нужно, чтобы она была озвучена. То есть иногда большего не нужно. Просто скажи два слова, и все заработает. Все места, все общества уместны для произнесения этой правды. Там, где открытая война против Бога, там нужно открыто говорить правду про Бога. Война пошла. Там молчать нельзя. И во главе армии, всегда воинствующей церкви. Он воин. И он однажды повел за собой. То есть в нем есть качество лидера. То, от чего погибают народы, от отсутствия чего. Потому что должно быть качество лидера в народе. Должен быть такой Минин, как бы, или Пожарский, который зайдет на площадь и скажет, там, за мной. Куда за тобой? Я знаю, куда. Пошли. И они поверят. То есть Михаил – это лидер. По природе он может быть и не обязательно первый. Как и Минин, как бы, с Пожарским не были самые главные. Ну, Минин вообще был торговец мясом. А он стал первым. Потому что у него был воинский дух. И Михаил имеет воинский дух. Потому что Михаилу молятся лидеры и о лидерах. Вот этот ангел, которому мы молимся, между прочим, за нашего президента, за нашу армию. Что-то именно Архангелу Михаилу, да, молитва за президента России. Не перечесть свидетельств его активного участия в истории мира. От явных чудес, вроде чудо в хонях, до исцелений по молитвам к нему и укрепляющих солдат явлений во время войн и решающих битв. Потому что Михаил до сих пор живет в сотнях гербов и топонимике на планете. Взять, к примеру, наш Архангельск. Он начальник тресвятого пения. То есть, когда ангелы поют свят-свят-свят, он как бы дирижирует ими. Он как бы воздвигает их на пение тресвятое отцу и сыну и святому духу. Замок святого ангела в Риме, свинчающий его скульптурой архангела, это тоже запечатленное явление Михаила. Он вкладывает здесь свой меч в ножны. Таким его увидел в 590 году на крыше своей крепости Папа Римский. Тогда это было знаком конца эпидемии, унесшей тысячи жизней римлян. Вот и в последнем акте истории, считается, архангел Михаил сыграет решающую роль. Именно эта, 12 глава Апокалипсиса, родила традицию, в которой живет представление о Михаиле как об участнике страшного суда. Вот редкая икона архангела. На ней он на красном коне, под копытами которого дьявол и остатки гибнущих в Апокалипсисе государств. Над головой – радуга, возвещающая будущее царства Бога, а в устах – труба, звуком которой, по ангельской традиции, он призовет души умерших на последний страшный суд. Здесь говорится о первой победе над дьяволом, чтобы мы имели надежду на вторую победу, когда последнее слово скажет Христос. Первая победа описывается в книге Бытия словами «И отделил Бог свет от тьмы», то есть добрых ангелов от злых. А здесь более подробно сказано, как это происходило, когда архистратик Михаил, он огласил духовный космос кличем «Кто за Господа ко мне?» И ангелы, верные Богу, стремительно собрались вокруг него. И здесь описывается неизвержение сил зла, первое неизвержение, чтобы дать нам надежду и на последнее неизвержение зла, когда власть дьявола будет полностью упразднена, и Бог будет все и во всем. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. А ведь это война, которую каждый человек переживает и сегодня в своей жизни. Как этот дракон воюет с нами? Ну, он по-настоящему воюет, он бьется. И поэтому все боевые искусства вот Востока, эти вот страны, которые там кланяются драконам, там у них у всех вот это все есть, там удары хвостом, там удары там с хвостом, там с разворота. Поэтому все вот эти боевые искусства, там все эти восточные вещи, там как бы есть дракон, и он бьет там как-то так с хвостом, там как-то так тут так и так, и бьет никуда попало, он бьет в точку. То есть он воюет, он умеет воевать, он знает наши больные места. То есть это боевое воинское искусство. И похоже, один из главных его боевых приемов – это клевета. Смотрите, вот был такой Савва в Пскопчерском монастыре, Савва Пскопчерский, он говорил, что людям лукавый вкладывает в уши такие вещи, типа «Ты до сих пор веришь? Да брось!» Да он забыл про тебя. Он управляет там морем, там воздухом, облаками, там змеями, гадами, там животными. Ты ему нужен раз, ты маленький, у вас там миллиарды. Да перестань, он не думает про тебя. Он про тебя не думает. Это дьявол говорит. У тебя жизнь ерунда какая-то, болезни, страдания, безденежья, там все, там теща, там зараза, там жена, там фурия, как бы дети, непонятно кто. Короче, да брось ты это все. Он шепчет, как бы шепчет. Да перестань молиться, перестань, он тебя не слышит. Но в битве, что описано здесь, в апокалипсисе, дьявол уже не шепчет. И лица не скрывает. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Помните Иоанн Многострадальник, Киево-Печорский? Его змей великим постом прям хотел сожрать всего. Он ему явился и так его прям начал заглатывать. Ведь кому-то же он открывается, вот являет свою морду, а кому-то нет. Те, кто борется с ним до конца, тем он являет безобразную свою сущность. Всем остальным он предпочитает являться в благородном виде. В смокинге, с бабочкой, с перстнем, с часами, с сигарой, с моноклем. То есть он говорит, здрасте, он говорит по-французски. То есть он обманывает... Ужас, я только на днях общался с таким. Он обманывает всех, кроме тех, кто сопротивляется ему. И тогда он борется, 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 а потом приходит такой, какой он есть, отвратительный. Но до этого он всем остальным показывает себя в иллюзии. Иллюзион, как бы, это его занятие. А как разглядеться, вот в монокле и в бабочке змея? По запаху. Ну, как бы, по запаху святыни распознается Господь, по духу Антихриста, по духу распознается. То есть нужно иметь духовный барометр. Без него все остальное не работает. Все внешние признаки он подделывает. Диодимы, там, ласковую улыбку, хорошую речь. Он даже может сказать, там, благословите. О, слава Богу, сказать может. Но он же сердцем не хвалит, он только языком похвалит. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и силы и царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. И он слышит голоса, которые говорят, они победили его кровью агнцем. Это же о причастии речь. Да, конечно. Но вообще пролитая кровь Христова, есть многие святые, которые не причащались. Например, там, в Анифате был свой мученик. Он не причащался, он пострадал за Христа, он пролил кровь за Христа, когда уверовал. То есть здесь, как бы, разные есть формы угождения Богу, но кровь Христа омывает нас всех от всякого греха. То есть мы омыты кровью Христовой. Если мы чистые, то чистые только благодаря вот этому веществу. Я причащаюсь. Я зачащен? Да. Да. Дракон меня не одолеет. Не знаю. Может быть, все. Можно причащаться, но причастие заквашивает природу. А у нас остается еще свободный ум. Можно принимать помыслы. У нас остается еще наше личное расположение. То есть я говорю, я причащаюсь, как бы мне ничего не повредит. Это опасно. Спокойно. То есть стоишь, боишься, чтобы не упасть. Не осуждай падшего. Что если начну осуждать падших, я причащаюсь, я спасен, ты упал, ты не причащаешься. Потом бах, я сам упал. То есть там есть некоторые законы. То есть не гордись, но бойся. Вот это такая прям написать везде такое. Не гордись, но бойся. Мы побеждаем врага смирением Христовым. Потому что он смирился, был послушан даже до смерти, смерти крестной. Первый пострадал Христос, безвинный, не имея на себе греха. Высочайший дар, это мученичество, они приносят себе в жертву Богу. А дальше словно переход с неба, где произошла эта битва архангела Михаила с сатаной, на землю, где поселились после поражения падшие ангелы, дьявол и его бесы. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Все равно же Христос победит. Ну, в этом нет сомнения, эта книга нас убеждает. Абсолютно в этом. Но ведь дьявол тоже это знает. Он все равно знает, чем все для него закончится. Зачем он все это делает тогда, сейчас, в прошлом, и делает в апокалипсисе? Ну вот есть такая статья у Сталина. Головокружение от успехов. Он пьян от успехов. Он победил так много людей, что ему показалось, что все ему возможно. То есть он как бы опьянел от мелких побед. Он-то знает, что там написано. То есть он проиграет. Но он пьян от успеха, поэтому дерзок. А во-вторых, он мечтает написать новые откровения. И начать все заново, вопреки. Поэтому у него есть своя логика. Такая дьявольская антилогика. И мы сегодня это видим. Как много людей живут в параллельных мирах. И как много людей руководствуются какой-то такой своей логикой, которая не божественна. Теперь аборты разрешены. И тысячи женщин могут к ним прибегнуть совершенно легально. Тысячи женщин добивались этого еще с 80-х годов. Испания вошла в список стран мира, узаконивших эвтаназию. Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы наше общество стало более гуманным и справедливым. Это небольшая, врезающаяся в море скала на Патмосе. Чем-то похожа на летящего орла. Потому еще здесь жива легенда, что апостол Иоанн, чей евангельский символ, именно орел, одно время жил в пещерках этой скалы. На самом деле орел парит над всей Библией. И почти везде он образ Бога. В книге Исход Господь говорит народу, что носил его на орлиных крыльях. Похоже, повторяется в песне Моисея в книге Второзакония. Она снова сравнивает заботу Бога о евреях с заботой орла о своих птенцах. «Синий крыл твоих», — говорил псомол, «певец Давид Богу, я возрадуюсь. Вот и в апокалипсисе этот же образ. Теперь орел укрывает в пустыне сбежавшую туда жену, спасает ее от зверя дракона, который после того, как был низвергнут на землю, начал охоту за ней, за церковью». «Когда же дракон увидел, что неизвержен, то начал преследовать жену. И даны жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змеи, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени». Можно эти слова понимать так, что даже когда будет совсем туго, вот в эту пору антихриста, христиан, настоящих христиан, это не коснется, они будут под крылом орла, у Христа за пазухой. Он хочет собрать нас под крылья. Безусловно, это означает, что он унесет, нужно кого знает, унесет куда надо. И у Нектария, кажется, Оптинского есть просьба такая, говорит, «В тайной пустыне спасения «Скрой нас от мерзкого лица Антихриста». То есть, когда приближались эти апокалиптические ужасы крушения России и новой власти, то многие прочитывали их именно как апокалипсис, как воплощенный апокалипсис. И был серьезный вопрос, а неужели пришел конец всей Вселенной, не только России, а всей Вселенной. Ну и молитва такова, «Скрой нас в тайной пустыне твоего спасения от лица мерзкого Антихриста». Очевидно, у Бога есть пустые места, где Он расселит своих на крыльях, соберет их, как птица. Вот некоторые из отцов по этому поводу говорят, что уже среди человеческого общества не останется никого. Церковь, оказывается, где? В пустыне. В пустыне. Никого нет. Вот тогда-то и произойдет окончательная катастрофа, о которой апостол Пётр написал «Земля и все дела, которые на ней сгорят». А о которой апостол Иоанн Богослов пишет, как о пришествии Антихриста и его кратковременном правлении. Не останется уже в пустыню. В пустыне никого нет. Это образ. Конечно, может быть, люди какие-то будут, но церкви как таковой, как вот реальной видимой церкви с храмами, богослужениями, с крестными ходами обязательно, не забудьте, да. Вот этого уже не будет. И пустил змеи из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь её рекой. Вот здесь когда-то была церковь. Она умерла, но вон мозаика её ещё видна. И видите, как вода поглощает её, съедает море. Как будто бы это ровно вот эти вот строки. Как река поглощает церковь. Но там же о другой реке речь. Что это? Можно думать, что это бурный поток различной суеты, который несёт людей. С рекой же связано. Какие характеристики? Это как время. Оно течёт в одну сторону, не обращаясь вспять. И оно увлекает за собой все, что попадает в поле её действия. То есть это один из отрицательных моментов в этом многозначном образе, в образе реки. Вообще река, конечно, это жизнь для засохшей земли. Но в случае данном пустыня это место, где нет соблазна. То есть там нет ничего соблазняющего и отвлекающего. Там никто на грех человека не зовёт. Это некая такая фоновая чистота для чистого ума. А река – это противоположность. Это такая бурная, пенистая такая стихия, которая тебя тащит за собой, предлагает тебе много разного и несёт тебя постоянно куда-то вперёд, и ты не можешь остановиться. В пустыню нужно убегать от суеты, а из пустыни вытаскивать людей какими-то приманками такими, ну, какой-то весёлостью, каким-то наслаждением, каким-то развлечением, какой-то такой загруженностью, такими делами всякими там, вот, когда ты нигде не можешь оставаться один и с чистым умом. Наша эпоха как бы приобрела, ну, неслыханные до сегодняшнего дня навыки в умении раздёргать человека, растащить его на части, то есть разбить его на пазлы. Поэтому современный человек вообще, как бы он не живёт, я бы даже сказал, он выживает, он постоянно борется за выживание. То есть для того, чтобы просто хранить себя в большей или меньшей степени неповреждённости, нужно употреблять массу усилий. Вот. Это, знаете, как, опять-таки, образ реки может быть. Когда тебя сносит, ты употребляешь огромное усилие, чтобы оставаться на месте. То есть для того, чтобы нам остаться на месте, нам сегодня нужно тратить столько сил, сколько, может быть, когда-то человек употреблял, для того, чтобы зайти очень высоко. Вот потому что там попробуй, там иди сюда, там послушай, там узнай, там вкуси, там лизни, там понюхай, там одень. И ты разбит на части этими всеми впечатлениями. Все пять чувств включены в работу по растаскиванию души. Такая душа не может верить. К концу дня человек приходит к кровати, как разбитая корыта. Вот. И он просыпается уже уставшим. Хотя мы не работаем, как строители египетских пирамид. То есть мы не изнурены физическим трудом, но мы изнурены рассеянным умом. Это очень легко соблазнить человека таким образом. Очень легко. До тех пор, пока я не посмотрел рекламу, я не знал, что мне нужно это купить. Значит, я не Сократ. Сократ однажды гулял по базару, Сократ, да, и говорил, боже, как много в мире вещей, которые мне совершенно не нужны. Но нужно быть Сократом, чтобы такие слова сказать. У нас наоборот, посмотрел и захотел. Но земля помогла жене и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Христос сказал, что и врата Адова не одолеют её. Не одолеют её. Как не одолеют, когда никого не останется на земле? В том-то и дело, что после этого явления, когда уже действительно не останется христианства, не останется церкви, Так, что произойдёт? Конец земного этого бытия и будет явление во всей силе явление того, что из себя представляет церковь. Конец этого земного существования, явление Христа во всей силе и славе, и со всем человечеством, которое не просто, как сейчас души человеческие, а воскресенье же будет. Вот она, церковь. Врата Адова не одолеют её. Сколько веков церкви, столько веков идут гонения на неё. И сейчас идут. Почему любые гонения всегда схлопываются, тонут? Да, это очень интересная вещь. То есть всегда есть вот этот фактор, фактор внезапной помощи. Как, допустим, Хрущёв обещал показать по телевизору последнего Попа, да? То есть как бы уже давно нет Хрущёва, и телевизор работает совсем в другую сторону. Теперь телевизор Попов как раз показывает. Получилось так, что по грязку, в виртуальном блуде. По интернету, куда надо, куда не надо, везде влезал, залезал. Дошло до того, что сказалось, что это всё нормально, ничего тут страшного нету. Ну и получилось так, что супруга узнала об этом, и дошло, можно сказать, до развода. Виртуально, так сказать, залезли в блуд, да, вы согрешили. Ваша совесть просигнализировала на вашем грехе, вы поработились греховной привычке. Кто в этом мог поверить во времена самого Хрущёва? Что гонения были не кровавые, но очень жёсткие. Там налоговые, там и психиатрические, всякие. Ну вот Юлиан, Юлиан, отступник, обещал тоже разобраться с церковью после персидского похода, но был поражён невидимым воином. Внезапно ещё успел там помахать кулаком на небо. Он это лично как от Христа воспринял. Ты победил, галилеянин, сказал. То есть, да, река вот-вот тебя захлестнёт и утащит, но возникает нечто, которое ты не можешь предполагать, не можешь прогнозировать, которое от тебя не зависит, ты это не делал. Это делается как-то без тебя. Когда вдруг сила гонителя иссякает. То есть гонитель бежал, бежал и остановился. У него нету сил больше продолжать гонение над тобой. Да, это постоянный эпизод истории церкви. То есть гнали-гнали, а ладно, больше нет сил. Там жали-жали-жали, не дожали. Да ладно, ну их. Они взяли, они воскресли, а эти исчезли. И любое преследование заканчивается. Кажется, что именно сейчас, хотя, наверное, так казалось во все времена, мы именно в этой точке. Когда гонения на церковь вспыхивают и заканчиваются, дракон всё свирепеет и выходят на последнюю, самую яростную битву. И рассвирепел дракон на жену и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Так в апокалипсисе возникает новый персонаж – зверь. Что-то вроде полномочного представителя дракона, которого толкователи и традиции прозовут антихристом. Он был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у льва. Дал ему дракон силу, свой престол, свою великую власть. Вроде было всё мирно, вдруг бах, на тебе. Так что надо вооружаться.